Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. У АСВ, похоже, закончились деньги на компенсации по вкладам в обанкротившихся банках. Организация может обратиться к Центробанку за кредитом на сумму до 110 миллиардов рублей на срок до 5 лет. Фонд страхования вкладов был опустошен после недавнего отзыва лицензии у банка транспортный с объемом вкладов 42 миллиарда рублей. Избежать необходимости получения средств от Центробанка можно, если удастся получить какие-то средства от ликвидационных процедур. Как отметили в АСВ, условия получения ликвидности от Центробанка согласованы, но брать деньги про запас не планируется. А теперь представьте, сколько было черных банков в стране, если даже АСВ чуть не обанкротилось. В работе национальной системы платежных карт произошел сбой из-за проблемы в работе одного из приложений программного обеспечения. Операции по картам обслуживались с перебоями в течение 20 минут, примерно с 13 часов 9 минут до 13 часов 38 минут. Нештатная ситуация связана с некорректной обработкой скрипта в одном из приложений программного обеспечения. В этот период некоторые клиенты могли испытывать сложности при проведении операций по карточкам. Представители банков заявили, что не фиксировали массовых жалоб. Мне вот как-то в винду на компьютере переустановили кривыми ручками. Так и то проблем больше было. Иностранные туроператоры, работающие в Греции, решили подстраховаться на случай банкротства этого государства. На днях они обратились к местным ательерам с требованием включить в договоры новые пункты, гарантирующие отсутствие требования штрафов заказчика на случай снятия брони. Организаторы международных мероприятий включили банкротство отдельным приложением к контракту. Говорят, что от Греции требуют поднять налоги, чего страна сильно не хочет. А вообще все эти греческие метания больше похожи на шантаж, чтобы Евросоюз не наседал. Российский фондовый рынок открылся в среду слабым ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1664 пункта. Среди лидеров роста аптечная сеть 36,6, КАМАЗ, Сбербанк, Полюс Золото и МВИДЕО. В аутсайдерах Мечел, Интеррао, РДР Русала, ТМК, ВТБ и ПИК. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы не показали существенных изменений. Азиатские рынки торговались в плюсе. Фондовые индексы Европы во вторник незначительно снизились. Курс доллара на 10 июня 55,91 рубля. Курс евро 63,07 рубля. Зол стоит 2122 рубля за грамм. Серебро стоит 28,99 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 66,13 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.